Мастер по макраме Это точно! Сегодня мы с вами будем делать елочки И для этого нам понадобятся вот такие вот формы Я заранее подготовила основу, натянула ее в вертикальном положении То есть идет сверху вниз в таком вот порядке То есть это уже готовые продаются такие шаблоны специально для поделок И нам нужно только натянуть основу в правильном направлении Это обычные ниточки, не тонкие Нитки, да, хлопковые, да, они средней толщины И можно в принципе использовать вот такого рода бобины потоньше Все зависит от вашего изделия, какой вы планируете делать пряжу Вы можете использовать уток У меня сейчас вот такого рода утки Если у вас такого нету, вы можете использовать дома иголку с большим ушком Либо, если делаете вместе мастер-класс с детьми, использовать пластиковые иголочки Чтобы они не укалывались Да, они есть везде в продаже, поэтому они доступны А это что за гребешок? Гребешок нам пригодится для того, чтобы далее пряжу как бы вот Поправлять Поправлять, да Уплотнять Уплотнять, да Вот, это для этого нужно Вы можете использовать расчески, гребешки и либо вилки То есть так же пригодится Можно заменить Заменить, да Приспособление Из каких материалов и ниток мы будем делать? Так как у нас сегодня елочка вот такая пушистая, пухая Я предлагаю использовать пряжу войлока Из войлока Очень красиво То есть мы берем войлочные нити Да Либо вы можете использовать крупную пряжу Если хотите что-то тоненькое, ряд за рядом Можете использовать вот такую тоненькую пряжу Вот, но так как мы решили вот выбрать такой вариант Мы сегодня будем с вами использовать войлок И можно выбрать вот такой цвет? Да, мы подбираем цвета, которые вам нравятся Отрезаем Какой длины нити должны быть? Не важно? Не важно, да Но желательно, чтобы вам было комфортно работать Берем, ну, приблизительно такой размер, предположим В зависимости от того, какую толщину вы хотите, длину И как сочетать узор Вы можете также их миксовать между собой Видите, она очень удобная Далее вы пронизываете уток Как в иголку Как в иголку, да Либо если у вас нет утка, вы используете иголочку И что мы дальше делаем? И далее мы с вами Давайте я по примеру вот так иголки покажу Ряд за рядом Получается четные и нечетные Получается вверх, вниз Вверх, вдеваем Вдеваем, да Четные и нечетные Через одну Через одну продеваем наш уток Да И просовываем до нити Понятно Давайте я вместе с вами это буду проделывать Как-то закреплять ее нужно? Закреплять нитку? Нет, не обязательно То есть просто вот так оставляем, да? А, вы имеете в виду концы Концы мы можем спрятать далее Вовнутрь, в внутреннюю сторону Вот так продеваем Да, все верно Вы быстрее меня Таким же образом плетутся ковры, гобелины Да, все верно То есть берется панно Берется нити Совершенно разные, да? И натягиваются горизонтальные Там нить основы она называется Да, нить основы Также плетутся ткани на машинах, на фабриках И через нить основы продергивается нить утка Он так и называется, видимо, потому что плетется утком Так Вот у меня один ряд я проделала Вы сделали, да Если вы хотите придать узор Вы вытягиваете вот здесь вот Делаю петли, да? Петельки, да Вытаскиваете эти петли Вот так вот снаружи И получается уже объемный какой-то узор Можете делать через одну Можете делать каждую Это уже по желанию По желанию, да В зависимости от того, какую пушистую мы хотим Да Если у вас остался хвостик И вы можете его продить вниз Как бы спрятать Спрятать потом Да Что еще делают из войлочных вот этих нитей? Ой, из войлока делают очень много разных игрушек Потом вот эта техника валяния Это тоже из таких ниток? Да, все верно Когда берется вот этот войлок и набивается иглой Иглой, да И получается уже готовая, допустим, кукла И также делают и из войлока можно сделать и ковры, и пледы Тоже существует очень много техник, работая с войлоком Так, у меня первый ряд закончен Теперь я таким же способом второй ряд Второй ряд Меняю чередование нити Чередование, да То есть до этого вы были вниз-вверх, а теперь вверх-вниз Как бы в шахматном порядке В шахматном порядке Для того, чтобы ваш узор потом вдаль не разошелся И можно же такие делать работы из разных видов нитей Даже из веревочек Из веревок, да Из лоскутков, тканей, да, наверное? Да, и также можно использовать лоскутки Вы можете, допустим, в роу, когда проходите через ряд Вот так вот подкручивать У вас будет более так, она закрученная цветушечка Такая еще более рифленая, да? Надо попробовать Либо дополнять в один и тот же ряд Несколько вариантов, несколько цветов Тоже будет очень красиво И вытягиваем ниточки Получаются кудряшки, да? Да, вот такие Очень необычно Сейчас можно взять, наверное, другой цвет Да, давайте возьмем для сочетания, для разнообразия Попробовать, да, разными Здесь у вас она вся зеленая Да Вот эта елочка А еще из вылока, конечно же, делают Самую теплую в мире обувь Это валенки Точно Про валенки-то мы забыли Да, самое главное Что из нее делать Так, теперь гребешком нужно уплотнить Да, гребешком Либо, если у вас нету гребешка Расческой Расческой Да, либо можно использовать даже вилку И вот так вот вы начинаете как бы Прижимать наши слои друг к другу, да? Так, розовый цвет у меня закончился Я хочу взять Да, пожалуйста Давайте Голубой Можно взять Или желтый Тоже очень красивый Нежный Зеленый Вот зеленый можно Так, также вдеваем нить Да Немножечко Сделаем потоньше И делаем следующий ряд Точно так же через один в шахматном порядке Правильно? Наверное, таким способом можно и что-то большое плести Ковры какие-то, да? Да На стены и панно И для детей это тоже огромное удовольствие Угу Фантазировать Сочетать краски, цвета Учиться чему-то новому И тем самым, да, мы проделываем так ряд за рядом Повторяя наши движения Ничего не меняя Угу И снова, когда у нас ряд заканчивается Мы вытягиваем нити Да Поворачиваем и плетем дальше Да Итак, мы заканчиваем, когда доходим до верхушки Доканчиваем Также завершаем нашу елочку Нашу елочку, да Так же Так, у меня зеленым цветом Да, я тоже решила зеленый дополнить Прячем ниточки, да, отрезаем ненужное Прячем ниточки Да С задней стороны, если вот у вас так торчит Вы можете их запрятать, лишнее отрезать Угу Сейчас мы подрежем А можно сделать ее двухсторонней? Конечно Только вам придется здесь, вот, например, на такой форме Ну или либо другой форме Натянуть ее основу с двух сторон И можно будет елочку сделать как-то с двух сторон То есть сначала с одной стороны мы оплетаем, а потом с другой стороны точно так же И она может быть либо одинаковой, либо разной Подключи свою фантазию Вот такие елочки у нас получились Ими можно украсить либо елочку новогоднюю, либо просто как декор интерьера Поставить ее на комодик, на полочку И она будет радовать и не только в Новый год, правильно? Или как подарок, допустим Да, спасибо вам огромное, Виктория Приходите к нам еще До свидания Обязательно спасибо вам за приглашение Ну, мы прощаемся с вами Украшайте свой дом приятными мелочами До свидания Увидимся на ОТВ